Здесь у нас в плане субподрядчиков, все субподрядчики подобраны с колоссальным опытом произведения данных работ. Поэтому здесь никого такие, чтобы пришли в первый раз делать их. То есть русские специалисты. В парке ЗГДК уже заасфальтировано 70% пешеходных дорожек. Оставшиеся закончат в течение двух дней. Кроме того, уже проложены новые инженерные сети, установлено освещение, а на месте бывшего фонтана теперь красивая клумба. Как и заложено в проекте реконструкции, по периметру парка разместили несколько спортивных зон, а также лавочки для отдыхающих. В ходе инспекции глава города Ольга Деева отметила скорость, с которой подрядчик успел выполнить такой большой объем работ. Я проезжаю здесь по нескольку раз в день, по этой дороге, по улице Горького, и наблюдала, что компания работала и поздно вечером, и начинала свою работу рано утром. То есть практически там с 7 часов и до 23 часов они работали и видели, что работают они очень активно. Ну и все, наверное, жители это наблюдали. Изменения в первую очередь заметили жители близлежащих домов. Теперь в парке есть современная детская площадка, отдельная зона для игры в стритбол и мини-футбол, а также гимнастический комплекс. И, конечно, часть новой инфраструктуры уже облюбовали местные мальчишки. Егор живет в доме напротив парка. Вместе с младшим братом они каждый вечер ходят сюда гулять. Ребята особенно рады появлению новых спортивных площадок. Тренажеры – это хорошо. Мы давно хотели, что по всему городу ставят небольшие тренажеры, там можно пресс качать, руки. Вот это что-то похожее, но мне кажется, немного лучше. Все спортивные зоны в течение недели будут приведены в порядок. Дополнительно будет залито мягкое прорезиненное покрытие для безопасности детей. И строителям останется ряд работ по благоустройству. Уложить газон и залечить те деревья, которые были повреждены строительной техникой в ходе ремонта. Действительно были повреждены деревья. И вот Ольга Александровна и Андрея Снегиславовича это отмечали. И вот с экологической точки зрения мы это, наверное, сможем оценить через неделю. Насколько будут вырублены деревья сухие аварийные, насколько парк приобретет новый вид. И те деревья, которые повреждены, будут залечены. Тогда только можно будет дать оценку с экологической точки зрения. Те деревья, которые мы повредили, мы будем их лечить и наносить специальную искусственную кору. Искусственная кора это такой материал, то есть она образно цементирует дерево и она получается как кора. Подрядчик уверяет, все деревья будут залечены до момента окончания работ. После 15 августа все работы будут завершены и городадминистрация приведет контрольную проверку всех элементов реконструкции. Торжественное открытие нового места досуга для владимирцев состоится в рамках празднования Дня города. Кирилл Ужегов, Дмитрий Анатольев, Телеканал Вариант.